Всем привет! Сегодня я хотел бы вместе с вами снять видео. Видео это посвящаться будет самому простому способу приготовления браги на пшенице. Пшеницу я использую зеленое удобрение, производитель Пермагро Бизнес. Для приготовления в 25-литровой банке браги нам потребуется 4 кг такой вот пшеницы. Изначально потребуется 6 литров воды чистой, желательно комнатной температуры, и сахар. Сахар 5 кг я использую. Уже несколько раз так пробовал ставить результат. И браги качество, и качество напитка, который получается из нее меня устраивает. Тем более преимущество, что на пшенице можно брагу наставить 3 раза. То есть я это делал, рецепт этот работает, вот и хотел бы сегодня с ним с вами поделиться. Сделать его элементарно. То есть что нужно первоначально будет нам сделать, это сделать закваску. Открывается крышка. Кстати, емкость вот эта у меня 25-литровая, соответственно и рецепт будет на 25 литров. Берем пшеницу, ножницы. Все делается это быстро. Разрезаем, высыпаем. Дрожжи мы в этом рецепте использовать с вами не будем. Так как я предпочитаю брагу ставить только на диких дрожжах. Для этого мы всегда используем зерно, либо кукурузу. Очень много рецептов различных. Давайте поговорить сегодня именно об этом. Преимущества браги без дрожжей, во-первых, это запах. В момент всего брожения, если брагу поставить на дрожжах из емкости нашей, которая даже через гидрозатвор, который у нас залит водой, все равно запах на всю кухню пахнет. Мне это не нравится. То есть я пришел к такому выводу, что дрожжи эти не нужны и торопиться мне некуда. Напиток в любом случае получится качественный. Пусть он и дрожжит подольше, может быть дней 20 в среднем. Если температура в помещении, где у вас эта брага стоит, в пределах 25 градусов, это идеальный вариант для меня. Так, что теперь нам требуется? Берем обычную воду. Но воды нам потребуется изначально где-то для 6 литров, для приготовления закваски. Вот мы выливаем. Заливается в среднем где-то 5-6 литров, но не больше. Я обращаю всегда внимание на запас. То есть у меня вся пшеница залита, уровень воды должен быть не больше 5 сантиметров. Потому что пшеница водичку в себя возьмет, этот уровень упадет на следующий день. Я завтра обязательно это сниму, покажу. Но вот так вот можно оставить изначально. То есть сейчас что нам нужно? Потребуется килограмм сахара для этой запаски. Обязательно сахар. Ну можно пачкой килограммовый брать. Я беру сразу по 5 килограмм. Так получается немножко дешевле. Ну и у меня есть весы. Я спокойно, не напрягаясь, этот килограммчик на весах взвешу. То есть тут весы вообще на кухне они, я думаю, что должны присутствовать. Так, опа. Так, пакет немножко разорвем. Отмерим килограмм сахара. Вот килограмм мы и обмерили сахар. То есть этот сахар можно пока убрать в сторону, но нам потребуется дня через три. Теперь мы этот сахар вываливаем в емкость. Вообще у этой бутылки, у 25-литрового, очень удобная горлышко. Даже после приготовления браги и перегонки ее через самогонный аппарат мыть такую бутылку очень удобно. Я ее ставлю в ванну, беру обычную лейку и водой спокойно споласкиваю и все. То есть теперь что мы делаем? Теперь мы этот килограмм сахара в нашей емкости, в 25-литровой, должны перемешать. Перемешать так, чтобы весь сахар растворился. То есть я это делаю обычной буржалкой. Она очень длинная и для этой бутылки она идеальна. Эта скалка вообще многофункциональная. То есть из трепня получается, она не раскатывается идеально. И в приготовлении браги из зерна она тоже выполняет свою функцию. То есть универсальная, так мы говорим ее. То есть сахар у нас хорошенько перемешивается. Я думаю достаточно. Вода у меня была комнатной температуре. Теперь эту емкость мы закрывать крышкой не будем. Дадим ей в теплом месте постоять 2-3 дня. Как только на поверхности воды появится пенка, мы увидим, что наши дрожжи дикие активировались и начали употреблять сахар. Мы возьмем оставшийся сахар. Это 4 кг. Размешаем его где-то, я думаю, в 16 литрах родниковой водички чистейшей. И все это выльем туда. Но к этому мы вернемся и обязательно вам покажу, какая пена будет на поверхности этой воды. Так что, ребята, ждем 2-3 дня. Я поставил уголок на кухне. Вот здесь у нас весь процесс брожения будет происходить. Обратите внимание, в данный момент пшеница. Попробую поближе подойти. Покрыта вся водой. Есть даже расточки лампровшие. Обратите внимание, что уровень воды где-то в среднем сантиметров 5. Я спичный коробок всегда делаю. Завтра уровень воды здесь упадет. Я вам тоже это покажу. Температура у меня на кухне в среднем где-то от 20 до 24 градусов держится. Для брожения диких дрожжей это идеальные условия. Так что, ребята, ждем. Обязательно весь процесс брожения в этой стеклянной банке он будет виден. И первые 3-4 дня, когда дрожжи активно начинают поедать сахар, зрелище это, конечно, интересно. Прошли ровно сутки. Обратите внимание, что брожение началось. Вся верхушка воды покрыта пеной. Если присмотреться, то видно, что дрожжи наши уже работают. Активно уже идет брожение. Думаю, что нет смысла будет трех дней ждать. Так как температура у нас на кухне 24 градуса. И процесс брожения гораздо быстрее пошел. Завтра мы будем оставшиеся 4 килограмма сахара разбавлять с водой. И получившийся раствор будем заливать в эту емкость и устанавливать гидрозатвор. Завтра я вам все это и покажу. Прошло двое суток. Дрожжи гораздо активнее стали вести себя в нашей бродильной емкости. Можете обратить внимание на это. То есть пшеницу я вчера вечером хорошенько перемешал. Сегодня пришел с работы. Обратите внимание. Я думаю, что даже видно само брожение. Потому что оно уже очень активно происходит. Также хочу вам показать, что сейчас у нас творится на дне нашей емкости. Я думаю, видно будет, что между пшеничкой есть уже пузырьки углекислого газа. Это говорит нам о том, что дрожжи активно поедают сахар и потихонечку размножаются. Теперь что нам остается сделать? Я размешал оставшиеся 4 килограмма сахара в 10 литрах чисто родниковой водички. Вот такой вот у нас получился бульончик. Сладкий сейчас мы его в нашу емкость будем выливать. Немножко водички не хватает. Но сейчас я добавлю ее. Я специально оставил ее. Буду добавлять до вот этого вот уровня. Вот так. Даже чуть-чуть это не удалить. Но все-таки на 4 килограмма сахара у меня получается 10 литров воды ушло. Теперь нам все это нужно хорошенько перемешать. Делаем я это скалкой, я уже говорил вам. Для чего оставляется запас до горлышка при выражении. Я вам обязательно покажу. Пшеница будет подниматься наверх, образовываться будет шапка. То есть углекислым газом этими пузыриками будет пшеницу со дна поднимать. То есть чтобы наша брага не закрыла наш гидрозатвор. Если она закроет у нас у гидрозатвора вот эти вот отверстия, то углекислый газ соответственно выходить сюда не будет. И наша брага может просто закиснуть. Чтобы этого не произошло, обязательно следите за этим. Если есть возможность, раз в сутки перемешивайте пшеницу, чтобы избежать такой ошибки. Нам остается установить на нашу емкость гидрозатвор. Гидрозатвор, ребята, служит для того, чтобы в нашу бродильную емкость не попадал кислород. Чтобы наша брага, если кислород туда попадет, также может испортиться. Теперь мы заливаем водичкой его. И остается только наблюдать, как наша брага будет приготавливаться. В среднем этот процесс займет 3 недели. Вот обратите внимание. Водичку мы залили по краям крышки. Ну и так же, вот что здесь у нас получилось. Вот прошло 7 дней. Брага наша стала бродить гораздо активнее. Это можно видеть по гидрозатвору, который установлен. То есть гидрозатвор работает. Да и брага можно даже посмотреть на поверхность воды. Видно, что пшеница, можно так сказать, начинает бурлить. С каждым днем все будет интенсивнее отображение происходить. Но на сегодняшний момент пока наша брага бродит именно так. Давайте попробуем посмотреть, что у нас происходит снизу. То есть здесь, я уверен, видно, как пшеница поднимается и опускается вниз. Так как углекислым газом вся пшеница усыпана, можно так сказать. По-другому я не знаю просто как выразиться. Так что, ребята, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И в дальнейшем мы будем экспериментировать и ставить брагу на различных ингредиентах. Ну и, конечно же, на зерновых культурах мне брага больше нравится. Так что, ребята, всех с наступающими праздниками. Всем здоровья, удачи. Пока.